Я начинаю чтение Второй книги царств. — Давид, откуда ты пришел? — и сказал тот, — Я убежал из стана израильского. И сказал ему Давид, — Что произошло, расскажи мне? И тот сказал, — Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его Ионафан. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, — Как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли? И сказал отрок, рассказывавшему ему, — Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня, и я сказал, — Вот я. Он сказал мне, — Кто ты? И я сказал ему, — Я амалекитянин. Тогда он сказал мне, — Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, — Откуда ты? И сказал он, — Я сын пришельца Амалекитянина. Тогда Давид сказал ему, — Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, — Пойди убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, — Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, — Я убил помазанника Господня. И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана, сею плачевную песню. И повелел научить сынов из Иудинах Луку, как написано в книге праведного, и сказал, — Красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе. Не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Как бы не был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов были они. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах твоих! Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное! Вторая книга царств Глава вторая После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему, Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинуама, Израилитянка и Авигея, бывшая жена Навала, Кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иовиса Галатского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иовиса Галатского сказать им, благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галадом, и Ашуром, и Израелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. Сорок лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал два года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которой Давид царствовал в Хевроне над домом Иудином, было семь лет и шесть месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказала Венир и Аву, пусть встанут юноши и поиграют перед нами. И сказал Иоав, пусть встанут. И встали и пошли числом двенадцать вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хат-Цурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруи, Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серно в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал, «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал, «Я». И сказал ему Авенир, «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не хотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу, «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему». Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовал Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались в Венеамитяне вокруг Авенира, и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал, «Вечно ли будет пожирать меч, или ты не знаешь, что последствия будут горестные, и доколе ты не скажешь людям, чтоб они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав, «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали боли израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых девятнадцати человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян, и людей Авенировых, пало их триста шестьдесят человек. И взяли Асаила, и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон. Читаю вторую книгу царств, третью главу. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, а второй сын его Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы, пятый — Сафатия, сын Авиталы, шестой — Ефераам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Ива-Сфей Авениру, — Зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова Ива-Сфея и сказал, — Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Асаула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины? То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саула и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии. И не мог Ива-Сфей возразить Авениру, возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду, сказать, — Чья это земля? И еще сказать, — Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, — Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид послов к Ива-Сфею, сыну Саулову, сказать, — Отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за сто края обрезаний филистимских. И послал Ива-Сфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, — Вступай назад, и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, — И вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это. Ибо Господь сказал Давиду рукою раба моего Давида, я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его. То же говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним двадцать человек. И сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, — Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившие с ним, пришли, то Иоаву рассказали. Приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. Пришел Иоав к царю и сказал, — Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова? Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Осоила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал, — Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его, пусть никто не остается, пусть никогда не остается дом Иоава без семени точивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Осоила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним, — Разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, — Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря, — То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умершвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим, — Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Соруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Я читаю вторую книгу царств, главу четвертую. И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, два было предварителя войска, имя одного Баана, а имя другого Рихав, сыновья Риммона Беярофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Беяров причислялся к Вениамину. И убежали Беярофяне в Гефаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын Хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался Хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Риммона Беярофянина, Рихав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень. Рихав и Баана, братья его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот, и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его. И взяли голову его с собою, и шли пустынной дорогой всю ночь, и принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю, «Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя, Саулу и потомству его». И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату его, сыновьям, Римонна, Беярофянина, и сказал им, «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби». Если тот, кто принес мне известие, сказав, «Вот умер Саул», и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову и Ивасфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне. Вторая книга царств, глава пятая И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы, кости твои и плоть твоя». Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, «Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал сорок лет. В Хевроне царствовал над Иудой семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны, но они говорили Давиду, «Ты не войдешь сюда, ибо тебя отгонят слепые и хромые». Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день всякий, и убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме — Самус, Исовав, Инофан и Соломон, и Евиар, и Елисуя, и Нафек, и Иофеа, и Елисама, Елидая, и Елифалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость, а филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян, предаш ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал, Пиратцим, и поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал, Пиратцим». И оставили там филистимляне и стуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны Тутовой рощи». И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Вторая книга царств, глава шестая. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля тридцать тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Удина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава Оза и Ох-Ахио вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, а Ахио шел перед ковчегом. Давид и все сыны Израилева играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Анахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там, у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, к ковчегу Господню. И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом, одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его в своем месте посреди скиньи, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа, и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Мелхоле, «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господней Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Я читаю вторую книгу царств, главу седьмую. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану, «Пойди, скажи рабу моему Давиду». Так говорит Господь, «Ты ли построишь мне дом для моего обитания?» Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я, хотя слово, какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне Кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, «И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почьешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чесл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел Давид царь, и предстал пред лицом Господа, и сказал, «Кто я, Господи? Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобресть его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ, навеки. И ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Божий, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем, и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое во веки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида, да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтоб молиться тебе такую молитвою. И так, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни, и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего, благословенным вовеки. Я читаю восьмую главу из второй книги царств. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гаама из рук филистимлян, и поразил Муавитян, и смирил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умершвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались Муавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адра-Азара, сына Рехового, сына Сувского, царя Сувского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него тысячу, семьсот всадников и двадцать тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для ста колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Адра-Азару царю Сувскому, но Давид поразил двадцать две тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адра-Азара, и принес их в Иерусалим, а в Бефе и в Берофе, городах Адра-Азаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адра-Азарова, и послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адра-Азаром и поразил его, ибо Адра-Азар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и муавитян, и аммонитян, и филистимлян, и аммаликитян, и из отнятого у Адра-Азара, сына Рехового, царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18, тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумея, во всей Идумея поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же сын Саруи был начальником войска, а Иосафат сын Ахиллуда дееписателем. Садок сын Ахитува, и Ахимелех сын Авиафара священниками. Сираия песцом, Иванея сын Иодая начальником над Хелифеями и Фелифеями, и сыновья Давида первыми при дворе. Я читаю девятую главу из второй книги царств. И сказал Давид, «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему, «Царь, ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Аммиэлова в Лодеваре». И послал царь Давид, «И взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова из Лодевара». И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, «Мемфивосфей!» И сказал тот, «Вот раб твой». И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего». «Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же сын господина твоего всегда будет есть за моим столом». У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все, живущие в доме Сивы, были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги». Глава десятая из второй книги царств. Спустя несколько времени умер царь Амманицкий и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид, «Покажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Амманицкую. Но князья Амманицкие сказали Аннону, господину своему, «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены, и велел царь сказать им, «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев сувы двадцать тысяч пеших, у царя Моахи тысячу человек и из Истова двенадцать тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрым, и вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Моахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав, «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за город, города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав, и народ, который был у него, в сражение с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от Аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу, а Савак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев семьсот колесниц и сорок тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари покорные Адраазару увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Я читаю главу одиннадцатую из второй книги царств. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Следующие несколько стихов говорят о падении Давида. Я пропущу их и начну читать с шестого стиха. И послал Давид сказать Иоаву, военачальнику, «Пришли ко мне Урию и Хиттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, «Иди в дом и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего, господина, и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии, «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду, «Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей этого я не сделаю». И сказал Давид Урии, «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриейю. В письме он написал так, «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа и слуг Давидовых. Был убит также и Урия хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? «Тогда ты скажи, и раб твой Урия хиттиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду, «Подолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота». «Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя, умер также и раб твой Урия хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному, «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разруш его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия муж ее и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась ему женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Я читаю главу двенадцатую из второй книги царств. «И послал Нафана Господь к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Так говорит Господь Бог Израилев, «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лона твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло перед очами его? Урию хатиянина ты поразил мечом? Жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом, амманитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хатиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтоб поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что младенец умер. Ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же, скажем, ему умерло дитя, он сделает что-нибудь худое? И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтоб подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб? И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, возлюбленный Богом, по слову Господа. Иоав воевал против Раввы Амманицкой и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему, я нападал на Равву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему. И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигальные печи. Так он поступил со всеми городами амманицкими и возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Глава тринадцатая из второй книги царств. И было после того у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон от того, что заболел, и скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомарьи сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего так худеешь ты с каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фомарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю». И сказал ему Ионадав, «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю, «Пусть придет Фомарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фомаре в дом сказать, «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит, и взяла на муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки». Позвольте мне сделать здесь оговорку. Место, которое следует дальше, говорит о грехе, который, грехе насилия, который совершил сын Давида Амнон, и это показывает на то, что человек посеет, то и пожнет. Давид в свое время сделал это, теперь он в своей семье переживает. И когда Амнон это сделал, то потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, которую раньше имел к ней. И сказал ей Амнон, «Встань, уйди!» И Фомарь сказал ему, «Нет, прогнать меня, это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, «Прогони эту от меня вон и заприть дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авесолом брат ее, «Нямно он ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авесолома брата своего. И услышал царь Давид об всем этом и сильно разгневался. Авесолом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авесолом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь сестру его. Через два года было стрижение овец у Авесолома Ваал Гацори, что у Ефрема, и позвал Авесолом всех сыновей царских. И пришел Авесолом к царю и сказал, «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авесолому, «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал ее Авесолом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авесолом, «По крайней мере, пусть пойдет со мною, с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь, «Зачем ему идти с тобою?» Но Авесолом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авесолом же приказал отрокам своим, сказав, «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авесолома с Амноном, как приказал Авесолом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авесолом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь и разодрал одежды свои и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал, «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авесолома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. И так пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер только один Амнон, и убежал Авесолом, и поднял отрок стоявший на страже глаза свои, и увидел, вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю, это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть. И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья, и подняли вопль, и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авесолом же убежал, и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид Авесолом убежал, и пришел в Гессур, и пробыл там три года, и не стал царь Давид преследовать Авесолома, ибо утешился о смерти Амнона. Вторая книга царств, глава четырнадцатая. И заметил Иоав сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авесолому, и послал Иоав Фекою, и взял оттуда умную женщину и сказал ей, притворись плачащею, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиной много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю и скажи ему так и так. И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина Фекоя тянка к царю, и пала лицом своим на землю и поклонившись сказала, помоги царь. И сказал ей царь, что тебе? И сказала она, я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было два сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого, и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят, отдай убийцу брата которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомство на лице земли. И сказал царь женщине, иди спокойно домой, я дам приказание о тебе. Но женщина фикоитянка сказала царю, на мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен. И сказал царь, того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя. Она сказала, помяни царь, господа бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего. И сказал царь, жив господь, не падет и волос сына твоего на землю. И сказала женщина, позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю. Он говорит, он сказал, говори. И сказала женщина, почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнесши это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего, мы умрем, и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать, но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю господину моему эти слова, потому что народ пугает меня, и раба твоя сказала, поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя, да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий и может выслушать и доброе и худое, и Господь Бог твой будет с тобою. И отвечал царь и сказал женщине, не скрой от меня, о чем я спрошу тебя. И сказала женщина, говори, господин мой царь. И сказал царь, не рука ли Иоава во всем этом с тобою? И отвечала женщина и сказала, да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Чтобы притчей дать делу такой вид, раб твой Иоав научил меня, но господин мой мудр, как мудр ангел божий, чтобы знать все, что на земле. И сказал царь Иоаву, вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома. Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал, теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так, как царь сделал по слову раба своего. И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили двести сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома три сына и одна дочь по имени Фомарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме два года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему, послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим, «Видите участок поля Иоава подли моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоава и пришел к Авессалому в дом и сказал ему, «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву, «Вот я посылал за тобой и говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это, и позвал царь Авессалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем и поцеловал царь Авессалома. Глава пятнадцатая из второй книги царств. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. И вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал ее к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии сорока лет царствования Давида Авессалом сказал царю, «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет, и если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь, «Иди с миром». И встал он, и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колено Израилевы, сказав, «Когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессалом пошли из Иерусалима двести человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофила, гелонянина, советника Давидова, из его города Гило, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю, «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь, и весь дом его за ним пешком, оставил же царь десять жен, наложниц своих для хранения дома. и вышел царь, и весь народ пешие, и остановились, убев мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все фелефеи, и все гефяне, до шестисот человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Евфею Гефянину, «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись, и оставайся с тем царем, ибо ты тут чужеземец, и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится, возвратись, и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». И отвечал Евфей царю, и сказал, «Жив Господь, и доживет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Евфею, «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Евфей Гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и садок, и все левиты с ним несли ковчег завета Божий из Вефары, и поставили ковчег Божий. А Феофар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь садоку, возврати ковчег Божий в город, если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно. И сказал царь садоку священнику, видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Ионафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине, в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили садок и Авиафар, ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждой голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали и Ахитофил в числе заговорщиков с Авесоломом. И сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофила. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авесолому, царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофила. Вот там с тобой и садок, и авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай садоку и авиафару священникам. Там с ними два сына их, Ахимаас, сын садока, и Ионафан, сын авиафара, через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хуси, друг Давида, в город, а Весолом же вступал тогда в Иерусалим. Я читаю из второй книги царств главу шестнадцатую. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфиосфея, с парой навьюченных ослов и на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве, «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива, «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отраком, а вино для питья слабевшим в пустыне». И сказал царь, «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю, «Вот он остался в Иерусалиме и говорит, «Теперь тот дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал Сиве, «Давид, вот тебе все, что умем февосфея». И отвечал Сива, поклонившись, «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры, он шел и злословил, и бросал камни на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злослове его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авеса, сын Соруин царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Соруины, пусть он злословит?» Ибо Господь повелел ему злословить Давида, «Как же можешь сказать, кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын веня Митянина, оставьте его, пусть злословит». Ибо Господь повелел ему, «Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид, и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь, и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. А Весолом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим и Ахитофил с ним. Когда Хусий Ахитянин, друг Давидов, пришел к Весолому, то сказал Хусий А Весолому, «Доживет царь, доживет царь!» И сказал А Весолом Хусию, «Таково-то твое усердие к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим!» И сказал Хусий А Весолому, «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Ави Солом Ахитофилу, «Дайте совет, что нам делать?» И сказал Ахитофил Ави Солому, «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Ави Солома палатку на кровле, и вошел Ави Солом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. Советы же Ахитофила, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал, наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофила, как для Давида, так и для Ави Солома. Вторая книга царств глава семнадцатая И сказал Ахитофил Ави Солому, выберу я двенадцать тысяч человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен, и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире. И понравилось это слово Ави Солому и всем старейшинам Израилю. И сказал Ави Солом, позовите Хусия Архитянина, послушаем, что он скажет. И пришел Хусий к Ави Солому и сказал ему, Ави Солом, говоря, вот что говорит Ахитофил, сделает ли по его словам, а если нет, то говори ты. И сказал Хусий Ави Солому, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофил. И продолжал Хусий, ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей, и отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом, вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них и услышат, и скажут, было поражение людей, последовавших за Весоломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним, посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него, и когда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним, а если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авесолом и весь Израиль, совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофилова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофила, чтобы навести Господу бедствие на Авесолома. И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам, так и так советовал Ахитофил Авесолому и старейшим Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так, не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорей перейди, чтоб не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авесолому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодез, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодеза покрывала и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авесолома к женщине в дом и сказали, где Ахимаас и Анафан? И сказала им женщина, они перешли в Брод реку. И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодеза, пошли и известили царя Давида и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал вас Ахитофел. И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авесолом перешел Иордан в сам и весь Израиль с ним. Авесолом поставил Амессая вместо Иоава над войском. Амессай был сын одного человека по имени Иефера из Изриеля, который вошел к Авегее, дочери Нааса, сестре Соруи, матери Иоава. И Израиль с Авесоломом расположился станом в земле Галаатской. Когда Давид пришел в Монахаим, то Сови, сын Нааса, из Раввы Аманицкой, и Махир, сын Аммиила, из Ладовара, и Верзелий, Галаадитянин из Араглима, принесли постелей, блюд, и глиняных сосудов, и пшеницы, и очменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масло, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо, говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Я читаю восемнадцатую главу из второй книги царств. И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей третью часть под предводительством Иоанна, Иоава, третью часть под предводительством Овесы, сына Соруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Евфея Гефянина. И сказал царь людям, Я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему, Не ходи, ибо, если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, так же не обратят внимания, а ты один тоже, что нас десять тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал им царь, Что угодно в глазах ваших то и сделаю. И стал царю ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Овесе и Ефею, говоря, Сберегите мне отрока Овесолома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Овесоломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены двадцать тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Овесолом с рабами Давидовыми, он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Овесолом запутался волосами своими в ветвях дуба, и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря, вот я видел Овесолом висящем на дубе. И сказал Иоав человеку, донесшему об этом, вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе десять сиклей серебра и один пояс. И отвечал тот Иоаву, если бы положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Овесе и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Авесолома. И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Иоав сказал, нечего мне медлить с тобою, и взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авесолома, который был еще жив на дубе. И окружили Авесолома десять отроков оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авесолома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в свой шатер. Авесолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего, и назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авесолома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву, побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Но Иоав сказал ему, не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя. И сказал Иоав Хусию, пойди, донеси царю, что видел ты, и поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву, что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иоав же отвечал, зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести. И сказал Ахимаас, пусть так, но я побегу. И сказал ему Иоав, беги. И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь, если один, то весть в устах его, а тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека и закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, этот человек хороший и идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю, мир. И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь, благополучен ли отрок Авесолом? И сказал Ахимас, я видел большое волнение, когда раб царь Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь, отойди, стань здесь. Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий и сказал Хусий, добрая весть господину моему царю, Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авесолом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя, и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, Сын мой, Авесолом, сын мой, сын мой, Авесолом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесолом, сын мой, сын мой. Я читаю девятнадцатую главу из второй книги царств. И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авесоломе, и обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, сын мой, Авесолом, Авесолом, сын мой, сын мой. И пришел Иоав к царю в дом и сказал, ты в стыд привел сегодня всех слух твоих спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авесолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил, царь избавил нас от руки врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авесолома. Но Авесолом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя? И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару, Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И о Мессаю скажите, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда. И склонил он сердце всех иудеев как одного человека, и послали они к царю сказать, возвратись ты и все слуги твои. И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Голгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил семей сын Геры вениаминтянин из Бахурима и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысяча человек из вениаминтян с ним и Сива, слуга дома Саулова, с пятнадцатью сыновьями своими и двадцатью рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда семей сын Геры пал перед царем, как только он перешел Иордан и сказал царю, не поставь мне, господин мой, в преступление и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что я согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал Овеса, сын Соруины, сказал, неужели семей не умрет за то, что злословил помазанника господня? И сказал Давид, что мне и вам, сыны Соруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умершулять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем? И сказал царь семею, ты не умрешь, и поклялся ему царь. И Мемфивасфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей, и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Русалима навстречу царю, царь сказал ему, почему ты, Мемфивасфей, не пошел со мною? Тот отвечал, господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла, и сяду на нем, и поеду с царем, так, как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем? И сказал ему царь, к чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля. Но Мимфивосфей отвечал царю, пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. И Верзелий галаодитянин пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет восьмидесяти. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию, иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Но Верзелий отвечал царю, долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь восемьдесят лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан, за что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь, пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы не пожелал ты от меня я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан и царь также, и поцеловал царь Верзелия и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю, зачем братья наши мужи иудины похитили тебя и проводили дом царя и дом его и всех людей Давида с ним через Иордан? И отвечали все мужи иудины израильтянам, за тем, что царь ближний нам, и за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? И отвечали израильтяне мужем иудинам и сказали мы десять частей у царя, так же иудовида мы более нежели вы, зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей иудинных было сильнее, нежели слово израильтян. Вторая книга царств, глава двадцатая Там случайно находился один негодный человек по имени Савей сын Бихри вениамитянин, он затрубил трубою и сказал, нет нам части в Давиде и нет нам доли в сыне Иесеевом, все по шатрам своим израильтяне. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь десять жен наложниц, которых он оставил стеречь дом и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид о Мессаю, созови ко мне Иудеев в течение трех дней и сам явись сюда. И пошел о Мессае созвать Иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал о Вессе, теперь наделает нам зла Савей сын Бихри более, нежели Авессалом. Возьми ты слух господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И вышли за ним люди Иовавовы, и Хелифеи, и Фелифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амиссай. Иов был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иов Амиссаю, здоров ли ты, брат мой? И взял Иов правой рукой Амиссая за бороду, чтобы поцеловать его. Амиссай же не остерегся меча, бывшего в руке Иова, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иов и овеса брат его погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иововых стоял над Амиссаем и говорил, тот, кто предан Иову и кто за Давида, пусть идет за Иовом. Амиссай же лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амиссая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякие проходящие останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иовом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колено израильские до Авела Беф-Мааха, и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Беф-Маахе, и насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города, «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав, и сказала женщина, «Ты ли Иоав?» и сказал, «Я». Она сказала, «Послушай слов рабы твоей». И сказал он, «Слушаю». Она сказала, «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спросив Авеле, и так решали дело. Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле? Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал, «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так, но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида, «Выдайте мне его одного, и отступлю от города». И сказала женщина Иоаву, «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, Аванея, сын Иодаев, над Хелифеями и над Фелифеями, Адарам над сбором податей, Иосафат сын Ахилуда, дееписателем, Суса, песцом, Садок и Авиафар священниками, также и Ира, иоритянин был священником у Давида. Двадцать первая глава второй книги царств. Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитян. Тогда царь призвал Гаваонитян и говорил с ними, Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амареев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид Гаваонитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. И сказали ему Гаваонитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула, ни от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не был нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков, выдай нам семь человек, и мы повесим их перед Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мемфиосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господнем, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфиосфея, и пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзиллия из Мехолы, и отдал их в руки гаванитян. И они повесили их на горе пред Господом. И погибли все семь вместе. Они умершвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы Ячменя. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла в ретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверем полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. И пошел Давид, и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его у жителей Иовиса Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в цело, в гробе Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом триста сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Овеса, сын Соруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давида упоклялись, говоря, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Совахай, Хархушатянин, убил Софута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханаан, сын Ягары Оргима Вифлеемского, Голиафа, Гефианина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по шести пальцев на руках и на ногах, всего двадцать четыре, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Софая, брата Давидова. Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Я читаю двадцать вторую главу из второй книги царств. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула и сказал, Господь, твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, из бед ты избавил меня, призову Господа доступ поклоняемого и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня, но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и он услышал из чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, сколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя как сенью сгустив воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорались угли огненные, возгремел с небес Господь, и Всевышний дал голос Свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня, и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа, и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди его предо мною, и от уставов его я не отступал, и был непорочен пред ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей предачами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим уничижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. ты припоясываешь ты сохранил меня, ты чтобы быть мне главою над иноплеменниками, народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют передо мною, по слуху обо мне, повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня, зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени твоему величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Вторая книга царств, глава двадцать третья. Вот последние слова Давида из речения Давида, сына Иесеева, из речения мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне и слово его на языке у меня, сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава от земли, не так ли дом мою Бога, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный, не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое, а нечестивые будут, как выброшенное терния, которого не берут рукою, но кто касается его, вооружается железом или деревом копья и огнем сожигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Избосев Ахаманитянин, главный из троих, он поднял копье свое на восемьсот человек и поразил их в один раз. По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собиравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу, и даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того, только чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гороритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, а народ побежал от филистимлян, то он встал посреди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру отдал лам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал, кто напоит меня водою из колодеза Вифлеемского, что у ворот? Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и подчерпнули воды из колодеза Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это, не кровли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни и не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Овесса, брат Иоава, сын Соруин, был главным из троих, он убил копьем своим триста человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого, он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного, в руке египтянина было копье, а он подошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых, он был знатнее тридцати, но с теми тремя не равнялся, и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Теперь с двадцать четвертого по тридцать девятый стих следует перечисление имен, которые я выпущу, чтобы не затруднять ваше слушание. Вторая книга царств, глава двадцать четвертая Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав своими начальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароере на правой стороне города, который среди долины Гадовой к Иозеру. И пришли в Галаат и в землю Тахтим Хадши, и пришли в Дан Яан и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеев в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через девять месяцев и двадцать дней в Иерусалим. И подал Иав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а Иудеян пятьсот тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа гаду, пророку, прозорливцу Давида. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Вирсавии семьдесят тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и его сиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день гад к Давиду и сказал, «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина». И пошел Давид по слову гада, как повелел Господь, и взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид, «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду, «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь что ему угодно, вот и упряжь воловья на дрова, все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю, «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне, «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра». И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. ГОМ кто РИВ ГРОЛ ЭВ ГРОЛ СОООО ГРОЛ 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 Продолжение следует...